МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Информационное агентство Высота-102". Коротко о главных темах дня в Волгограде и Волгоградской области. Главные по технике и вооружению росгвардейцы собрались на большой сбор. На конференции в Медицинском госуниверситете избрали нового ректора. В областном избиркоме считают бюджеты и ждут новых кандидатов в губернаторы. По следам темной истории с вырубкой леса на Сарпинском могут последовать посадки. Черные лесорубы нанесли огромный вред лесному фонду на острове Сарпинском. Ущерб оценивается в сумму свыше 16 миллионов рублей. Вопиющие факты были вскрыты в ходе проверки Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры. Установлено, что по подложным документам в 2018 году Департаментом городского хозяйства администрации Волгограда были заключены десятки фиктивных договоров купли-продажи леса. В результате было вырублено около 300 кубометров лесных насаждений. Договоры купли-продажи лесных насаждений заключались с мертвыми душами. То есть структурными подразделениями администрации города использовались заведомо подложные документы. Материалы проверки переданы в Главное следственное управление регионального главка МВД для решения вопроса об уголовном преследовании лиц, виновных в уничтожении лесов на острове Сарпинском. Выборы нового ректора прошли сегодня в Волгоградском государственном медицинском университете. По этому случаю на большую конференцию собрались 189 делегатов от всех структурных подразделений ВУЗа. Кандидатов, аттестованных специальной комиссией Минздрава, было два. Это Андрей Воронков, заместитель директора филиала нашего медуниверситета в Пятигорске, и Владимир Шкарин, заместитель губернатора Волгоградской области. В итоге тайным голосованием ректором медицинского университета избран Владимир Шкарин, кандидат медицинских наук, имеющий серьезный опыт управленческой работы в региональной системе здравоохранения. За него отдали свои голоса 172 делегата. Протоколы конференции будут направлены в Министерство здравоохранения России. Ведомство впоследствии заключит с новым ректором трудовой договор сроком на пять лет. Владимир Петров, который руководил Волгоградским медуниверситетом с 1990 года, скорее всего, будет назначен президентом ВУЗа. Решение рекомендовать профильному министерству это назначение принял сегодня ученый совет медуниверситета. Подвижение кандидатов в депутаты Волгоградской областной думы набирает обороты. Ждут в областном избиркоме и потенциальных кандидатов в губернаторы. Пока пакеты документов представили только Алексей Буров от КПРФ и Андрей Бочаров от «Единой России». Четыре парламентских партии выдвинули кандидатов как губернатора Волгоградской области, так и кандидатов депутата Волгоградской областной думы по «Единому избирательному округу» и по «Одномандатным избирательным округам». Партия «Яблоко» выдвинула кандидата губернатора Волгоградской области и одного кандидата по «Одномандатному округу» номер 10 города Ворского. Коммунисты России выдвинули список кандидатов по «Единому избирательному округу» Волгоградской областной думы. И, наконец, Патриоты России выдвинули кандидатов в депутаты по некоторым одномандатным избирательным округам. Последний день, когда еще можно будет подать документы на выдвижение кандидатам – 6 июля. Всего на организацию кампаний по избранию губернатора Волгоградской области и депутатов облдумы в бюджете зарезервировано 240 с лишним миллионов рублей. Выборы пройдут 8 сентября. Волгоград впервые принимает всероссийский сбор заместителей командующих округами по технике и вооружению войск Национальной гвардии Российской Федерации. Цель масштабного мероприятия – совершенствование профессиональной подготовки росгвардейцев и обмен передовым опытом. Вызов один – это защита населения, это организация работы, чтобы жизнь и спокойствие жителей Волгоградской области и вообще в целом всех регионов было комфортно и спокойно в плане общественной безопасности и охраны общественного порядка. Примечательно, что советнику директора Росгвардии генерал-полковнику Сергею Ерыгину, приехавшему на сбор на память о Волгограде, сегодня была вручена копия легендарного приказа номер 227 о мерах по укреплению дисциплины и порядков Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций. Приказ, изданный в 1942 году, когда фашисты рвались к Сталинграду, получил в войсках неофициальное название «Ни шагу назад». Редактор субтитров А.Семкин